так как же решить эту проблему навсегда мы говорим практикуйте бхакти йогу практикуйте бхакти йогу тогда все ваши проблемы будут решены навсегда другие виды йоги то что они дают это временно временный эффект какой-то временный эффект дает поэтому а потому что в условии души они хотят этого временного а что значит временная то есть что-то вы прошли да и потом то есть например решили проблему потом следующая проблема возникает но как же решить навсегда все проблемы например вы дантест мне нужно вылечить какой-то зуб я иду к вам и вы находите проблему вы вылечили и моя проблема зубами ушла потом возникнет такая же проблема да или нет да да и тогда вновь придется идти к дантесту и лечить зубы но говорится как решить все эти проблемы навечно понимаете что значит навечно и поэтому мы говорим вступайте на путь бхакти йоги но обусловленные души не понимают этого они хотят этого но на самом деле они сами создают все эти проблемы хорошо я вот тот же пример приведу вы например дантест вы знаете в чем заключается проблема заболевания чего-либо зуба да потому что люди они не используют возможности они не чистят зубы когда вы смотрите на зубы вот зубной врач он может определить почему вот это заболевание почему этот кариес ли еще что-то возникло то есть вы можете объяснить вот почему возникла то ли иная проблема в зубе и вы даете советы так вот с вашим корнем там вот возможно вот здесь вот кариес может возник образоваться иногда вы вроде как все вычистили иногда вы говорите делайте то но люди не заботятся например но у них больно возникает из-за этого они приходят обратно но они не следуют вашим советам то есть когда у них возвращается это боль они начинают гоняться за вами а доктор он ругается почему вы не делали то что я вам прописал но сейчас возникает вопрос как же решить все эти вот проблемы разом то есть вы должны следовать советам доктора но вы не хотите следовать советам доктора можете сказать но это мое дело доктор может сказать но это ваше дело что делать доктор он всегда дает хорошие советы например вот вы каждый раз к нему приходите на доктор говорит нет нет вы должны каждый день чистить свои зубы то делать это но клиенту на не следует а видимо этот мужчина он зубной доктор он говорит иногда я говорю клиенту что нужно вырвать зуб и тогда они как плакать начинают надо бывает так что нужно уже необходимо вырывать зуб то есть нет никакой никаких методов лечения и преданно говорите тогда мои клиенты до начинают плакать что они не хотят раздаваться со своими зубами гурдев продолжает бхакти-йога научиться тому как полностью решить все ваши проблемы чтобы это сделать вы должны практиковать бхакти-йогу воспевать святые имена следовать четырем принципам совершать садхина бодин оставить дурное общение ассанга тяг махапрабу сказал общайтесь с хорошими саду и отбросите дурное общение сейчас вот что является дурным общением на западе в основном это те кто принимает наркотики те кто принимает наркотики очень сложно чтобы такие люди они бросили делать это что делать как решить эту проблему то есть вот дурные привычки очень очень тяжело прекратить но говорится что чтобы оставить это вы должны отбросить ассангу махапрабу говорил об этом также общайтесь с преданными положительного поведения и отбросьте дурное общение ассангу с другой стороны вы должны избегать тех кто критикуют преданных вы понимаете это яд яд замедленного действия то есть вы не видите как он действует но он вот так вот постепенно влияет на вас постепенно разрушая все внутри по этой причине две вещи вы должны отбросить дурное общение в особенности тех кто критикуют преданных это очень важно гурудев во многих преданных во многих классах объяснял тот кто критикует преданных он даже не человек он человекоподобное нечто нет вы должны дарить всем любовь также есть те кто делают политику все нужно привести в гармонии и любить всех совершать бажана садана воспевать святыми на и как дарить друг другу любовь и привязанность вопрос садана и базина если какая разница гурдев отвечает могу гурдев шилова многосвая махарадж сказал мы говорим баджин садан садан баджин на самом деле садана и баджин это абсолютно разные понятия садана что такое садана критик садья боится для определение вот в этой шлоки это является саданой то есть тот кто совершает баджин и садану господу с помощью своих физических частей тела но его целью является достичь крупицы настроения вечных спутников господа мы поклоняемся господу мы руками получаем даршин господа своими глазами то есть все части тела необходимо задействовать в служении но наши вот эти чувства и части тела не материальное поэтому возникает вопрос а как же мы можем служить господу с помощью своих материальных частей тела потому что в бахтира самрита синдо дается замечательное определение а также кришна нам один так далее это шлоки все кришна нам один то есть святое имя полностью трансцендентное поэтому как мы можем воспевать трансцендентное святое имя с помощью материального языка потому что трансцендентное материально это абсолютно разные вещи трансцендентное не может коснуться материального и материального не может коснуться трансцендентного потому что это это противоположные вещи и возникает вопрос а также кричная намаде и как же совершать бажан и саддно наш язык материальные наши глаза также материальные поэтому как возможно чтобы мы получили даршин господа своими материальными глазами как мы можем воспевать святое имя материальным языком а слушайте харикат ху прославление господа своими материальными ушами потому что полностью мать и противоположные вещи и силару пока сам парк бактера самлика синду следующие строчки что он пишет все вану мука джи в джи году когда к вам придет сева он мог грите это означает тенденция служить кришне когда к вам придет сева он мог в рите понимаете что тенденция служения кришне тогда все эти трансцендентные вещи полностью проявятся в ваших материальных чувствах вначале я и сказал что трансцендентно не может коснуться материального и наоборот но как это происходит когда приходится сева он мог в рите эта тенденция служения кришне то есть помощью очиньте шахте непостижимой энергии господа все части тела становятся тататма тататма бхава то есть стены становятся едиными с энергией господа приведу пример что означает тататма бхава тат атма тат атма на санскрите это единство с энергией господа это означает приводится пример железо например пруть прутик железа ничего не может сжечь но тот же кусок железа если вы поместите в огонь то вся энергия огня энергия огня входит в этот кусочек железа понимаете огни шахте на санскрите это называется огни шахте энергия огня и когда огни шахте входит в это железо то этот кусочек железа нагревается до красна и когда уже вот этот раскаленный кусок железа куда бы вы ни положили он уже начинает все выжигать до этого он так не не делал то есть ничего не мог жить но теперь этот потенциал эта энергия огня находится там и теперь этот покрасневший кусок железа может жить таким же образом когда к нам придет тенденция служения кришне это называется кришна сева ун мук в рите сева когда к вам придет кришна сева в рите тенденция служения кришне то очень те шахте непостижимая энергия господа также входит и приходит тадатма в рите и с помощью этой тадатма в рите и вы сможете узреть господа таков процесс а так шри кришна на моде саям его спонтанно на мару богу на господа начинают танцевать на вашем языке сейчас вы воспеваете святое имя сейчас вы воспеваете то имя с помощью своего материального языка но когда к вам придется это сева ун мук в рите нама сева мы говорим не воспевайте святое имя служите святого имени на ваш навский язык он иной мы говорим не повторяйте святое имя служите харинамин совершайте нам а сева на ваш навском языке это звучит так таким образом когда к вам придет тенденция служить святого святому имени нама сева сева ун мук рите тогда очиньте шакти войдет в него с помощью от этой очиньте шакти непостижимой энергии господа вы начнете воспевать и тогда истинное святое имя начнет танцевать на вашем языке вы спрашивали что же такое садана садана это вот результатом ее служит когда возникает этот адатма в рите то есть соединение наших материальных частей тела из энергии господа то есть возложение от этого кусочка железа в огонь называется садана таким же образом сейчас вы открываете святое имя хорошо сейчас и ваше святое имя это намакия то есть вы просто произносите слоги понимаете что значит слоги это намакия и как бы ничего не происходит ну ладно сейчас вы воспеваете таким образом воспевайте слоги но когда вы постоянно воспеваете эти слоги это называется садана это называется намакша просто слоги святого имени намакша ну хорошо сейчас вы воспеваете эту эти слоги почему чтобы достичь непостижимой энергии господа то есть когда она проявится на нашем языке вот именно для этого вы возникает вы повторяете эти слоги и потом приходит тогда от маврите единение с энергии господа и потом вы начинаете воспевать истинное святое имя настоящие 30 сейчас вы провогаете усилий для того чтобы воспевать но потом святое имя спонтанно само будет танцевать на языке а само собой тогда святое имя само есть естественно образ и начнет танцевать на вашем языке я хочу привести пример из харикатхи гурдева мне кажется в 94 или 93 году у него были проблемы с сердцем и необходима была операция на сердце мне кажется это было в бомбии и тогда гурдев он лег и уже готовилась все к операции к разрезу и доктор он ввел инъекцию чтобы ввести его бессознательное состояние чтобы анестезию сделать анестезия доктор ввел ему это лекарство эту инъекцию чтобы наступить наступила анестезия но гурдев не останавливался воспевать святое имя и доктор поразился что же делать как же я могу разрезать его грудь доктор ввел уже эту инъекцию и гурдев должен был потерять ну как как бы заснуть то есть быть под анестезией но он лежал и продолжал воспевать святое имя грудь лежал на этой кушетке на этом операционном столе и он все воспевал и воспевал святое имена доктор подумал ну вот сейчас я уже ввел лекарство и он наверно при прекратит остановится но гурдев не останавливался и доктор поразился я никогда не видел такого пациента посмотрите ка это что означает святые имена сами танцуют на кончике вашего языка я привел этот пример но так или иначе доктор все же разрезал его грудь сделать операцию даже когда доктор сделал этот разрез 3-4 часа проходила операция но гурдев он не останавливался воспевать святое имя его святые имена то есть в ходе вот этой операции гурдев он не прекращал воспевать святое имя безостановочно я привел этот пример который показывает как суда харинама чистое святое имя проявляется на вашем языке и когда это происходит она постоянно начинает танцевать на вашем языке сила бактин токур говорить в этих словах тогда святое имя сама танцует и силарупа госвай импад он написал стих который прославляет святое имя ведагда мадова на таком сейчас вот например вы воспевать свое имя но когда сюда нам чистое святое имя проявится вашем сердце то вы будете молить господа господь дай мне пожалуйста миллионы языков потому что к вам придет столько счастья вы даже не можете поверить сколько же счастья возникнет когда вы при воспевании святых имен господа в материальном мире какое счастье вы хотите ну например вкусно покушать какая-то изысканная пища или какие-то всевозможные виды соков о какой это был вкусный сок соки какая-то вкусная еда или вот вы очень счастливы когда вы ложитесь на мягенькую как масло по постельку или например это кровать как а молочная пенка мягкая такая выложитесь и вам так хорошо в этом материальном мире множество видов счастья но когда сюда хоринама чистое святое имя проявится на вашем языке вы не сможете сравнить с этим счастьем ничего из этого мира не с любыми видами наслаждения когда одно святое имя шутда хоринама проявится на вашем языке вы поймете что же это за счастье поэтому ваишнава не советуют вас постоянно воспевать и святые имена и однажды у вас возникнет это единение с энергией господа что называется тадатма врите постоянно каждый день воспеваете святое имя это и называется саддана понимаете потому что вы спрашивали что же такое саддана и поэтому саддана бхакти таково определение какое определение я забыл стих кто-то шло как критисадья бхавет саддья и так далее таково определение саддана критисадья критисадья означает что вы должны должным образом практиковать преданное служение господу с помощью ваших материальных чувств понимаете критисадья бхавет саддья какова сейчас саддана как достичь крупицы настроения вечных спутников кри господа кришны это называется саддана сейчас наша саддана заключается в том как же очиньте шахте господа правиться на нашем языке и сделать так чтобы наш язык стал единым с энергией господа и тогда чистое святое имя затанцует на нашем языке и тогда вы поймете что же это за счастье повторение святых имен это саддана это вот все что мы сейчас делаем это саддана вновь и вновь воспевать все это имена вновь и вновь слушать гуру и кришне нет не только воспевание с того имени то есть все все что вы делаете его частями вашего тела например вы проводите мангларати получаете даршан божеств господа с помощью ваших глаз это саддана саддана бхакти вы получаете даршан господа с помощью ваших глаз это саддана на самом деле вы не получаете даршан господа при этом нет но когда глаза станут едиными с энергией господа тогда вы увидите его облик саддана полностью трансцендентный о мой господь даруй мне милость и тогда по твоей милости мои глаза станут едиными с твоей энергией тогда я могу смогу увидеть твой облик саддана в играхе ты даруй мне даршан мы не можем получать даршан господа потому что наши глаза материальные поэтому вы молитесь о мой господь дару мне эту непостижимую энергию твою очиньте шакти чтобы я смог узреть тебя понимаете и это наша саддана как например амбариша махарадж амбариш махарадж он был вечным спутником господа кришны кришна нити парикаром но он играл роль обычного саддаке он задействовал все части своего тела для служения кришне с помощью своих рук он подметал храм господа это саддана он не саддака амбариш махарадж не саддака но он играл роль как будто он саддака наши господь с вами рупа и санатана они никакие не саддаки они сиддхи они вечные спутники кришне кришна нити парикары но они играли роль как будто бы они саддаки каждый день они воспевали святые имена на самом деле когда они воспевали святые имена и тут же аж така лярила прессовала перед ним и но внешне они дали эту лилу и показывали нам смотрите мы воспеваем святые имена и вы должны воспевать святые имена они гуру гуру что означает гуру это очень такое распространенное слово духовный учитель но есть и гуру йоги майявади гуру очень и очень распространенное обычное слово но нужно понять что же означает слово гуру гуру означает тот кто сам практикуют и показывает своим жизненным примером своим последователям как нужно поступать силы бактисана сарасвати прабхат своем комментарии объясняет гуру тот кто своей жизнью показывает пример и предстает перед своими последователями смотрите мои ученики я повторяю святое имя значит вы тоже должны повторять святое имя ему как бы не нужно но он играет эту роль как будто он садака и он показывает другим наши рупа и санатана они играли роль как будто они садаки они не садаки они ситхи и поэтому сила на рупа госвами пад бактирасамрита синда вновь объясняет те кто является сиддамахатмами вечными спутниками кришны как говорится в этой шлоке садана рупина сиддарупина чатрахи то есть внешне они играют роли как будто они садаки почему потому что они показывают своим собственным примером пример если гуру не будет повторять святое имя ученик тоже будет думать вот мой гуру дэв не повторяй зачем мне это делать но ученик не понимает что гуру он по и так погружается в аштака левилу ученик не понимает этого ученик он смотрит о гуру дэв не повторять святое имя зачем мне тогда это делать поэтому гуру он повторяет святое имя и своей жизни показа смотрите я повторяю святое имя и вы должны такая его роль садаки первая роль садаки этот гуру это как садака как будто он тоже практикует хорошо я практикую воспевание святого имени вы тоже воспеваете и тогда к новенькому преданному приходит вера но другая роль гуру седа сварупа в своем вечном трансцендентном облике он слу погружен в служение божественности действия сирады и кришны это сида и поэтому села рупа гасан под говорит то что те кто является вечными спутниками кришна и у них есть две роли садакарупа и сидарупа чатраги как бриджабаси вечные спутники кришны и кришна нитя парикары субал средам мама еще до гопи как они служат кришне с помощью своих настроений понимаете у гуру у него есть две роли роль садаки и роль седхи что я сказал седа сваруп в своем образе седа как наш гуру дэв сила гуру дэв сила на рэн гасам харать его духовный вечный духовный облик рамана манджария какого служение рамана манджария своей сварупе рамана манджария она служит божественные сети сирады и кришне сила рагуна дэв с вами написал этот стих в котором написывается на строение манджария очень красивая кунджа где встречаются рады им и кришна даже налита и вишака пранапрешта саки понимаете что значит пранапрешта саки это очень возвышенные саки подруги шримати радики которые практически на ее же уровне но они не могут войти в эту кунджу а в этой сокровенной кунджу кто служит рупа манджария рати манджария лаванга манджария рамана манджария и какое каково их служение они готовят множество видов угощений также пан это тамбула сева то есть готовят орех бетеля падам арденам манджария слушать лотосным стопам шримати радики очень замечательно нежно массирует лотосным стопам шримати радики понимаете си рупа манджария карачте пада такого рода служения а рада и кришна они отдыхают тогда в этот момент рупа манджария очень нежно массирует стопы шимати радики но объяснение гурдева очень сладостно гурдев говорит пунте уже вот это вот место очень сокровенно где рады и кришна является крови наделы и снимать радика говорит я устала мне нужно отдохнуть тогда кришна садится а симати радика садится на колени кришне а кришна начинает гладить голову волосы шримати радики и другой рукой он поглаживает ее спину понимаете вот когда кто-то устает как его успокоить то человек он садится вам садится и вы рукой гладите его по волосам и по спиночке так тоже водите мать радики сидит на коленах кришна а кришна своими длинными прекрасными руками как бы успокаивает сжимать радику точно также как ребенок говорит я хочу маме я хочу спать мать берет ребеночка на колени я хочу привести пример из ватсалия бавы потому что примеры матхурия бавы очень тяжело вам понять но ватсалия бавы все могут понять например ваш ребенок сидит на коленах матери и мать обнимает ребенка одной рукой а правой рукой то есть левой рукой она объясняет обнимает его держит его за спинку а правой рукой она вот так вот нежно гладит его по голове чтобы успокоить ребенка чтобы он расслабился ребёнок начинает плакать мама я не могу это делать я хочу поспать хорошо иди сюда и она кладет его к себе на колени и одной рукой обнимает его а другой вот нежно гладит его таким же образом шри рупа манджари карачи то и ошибок лотосные стопы шри мать радики и протянуты вперед и рупа манджари в это время очень нежно ласково массирует стопы шри мать радики группа и рагунады с госвами он видит это в своем духовном видении и он просит он молит рупа манджари то есть сейчас его по руба госвами это рупа манджари арагунады с госвами это рати манджари сейчас рати манджари она просит молит о рупа манджари пожалуйста позволь мне совершать такое служение лотосным стопам шри мать радики это служение всего цида дэхи и он стремится обрести это служение сева прардхана как напрямую выполнять это служение это называется уже баджан баджан что значит баджан означает что это тот кто осознал свой истинный вечный духу труху духовный образ и в себя дэху и в этой себя дэхи он напрямую служит божественной дочите все ради кришна под руководством руб и манджари это уже баджан баджан означает сева и это служение полностью трансцендентно и в вашем трансцендентном теле вы выполняете это служение то есть начали как бы медитация но потом вы напрямую уже это выполняете делаете то есть начали саддана затем баджан баджан это уже все дэхи когда вы обрели свой духовный то есть что значит медитация медитации вы сначала молитесь я хочу обрести это и все еще вы не обрели прямое служение то есть это саддана но когда вы уже напрямую служите это уже другое вела покусу манджали объясняется как напрямую сейчас она молится шейрупа манджари карарчта так далее эта стиха из вела покусу манджали то есть начали сам прартана киртан то есть сначала вы молитесь обрести до служения шримати радике все еще не получаете то есть необходимо это прартана молитва мольба а как же напрямую служить возникает вопрос все дэхи напрямую прямое служение манджари выполняет прямое служение своих обликах манджари увидели картину сева кунджи образ руками а жире роману манджари винодом манджари все манджари их там облики нарисовано и они служат все под руководством руками анс ones are ребят же нам служат понимаете романа манджари служит Шримати Раддики под руководством группы Манджари. Это ее Сида Деха, Сева, предложение, чего-либо. И там всевозможное служение присутствует. Рагунадас Госвами из Саддака Дехи он перешел в Сида Дехио. Он уже не Рагунадас Госвами. До этого Рагунадас Госвами он просто молился, чтобы в Сида Дехио обрести это служение. А сейчас Рагунадас Госвами стал Радди Манджари и она служит. Как она служит в Конже? Они шутят, перешучиваются друг с другом. Как две подружки встречаются вместе, что они делают? Начинают смеяться, шутить, может быть даже так в шутку сражаться. Две подружки маленькие, юные, когда они встречаются, что они делают? Смеются, танцуют, обнимаются, целуют друг друга. Иногда возникает према калаха. Если истинная любовь, то это према калаха. Там любовные ссоры могут какие-то возникнуть. Понимаете, что такое према калаха? Любовные ссоры. Не забудьте. Иногда внешне могут критиковать, но это никакая не критика, это прославление. Они прославляют друг друга, как Гурдэф и Тривикрам Махарадз. Внешне они как бы критиковали друг друга. На самом деле, они постоянно прославляли друг друга. А новички, они думают, о, зачем так вот говорят? Нет, нет, это любовные ссоры, как Нитянанда Прабу и Адатва Ачария. Они являли эти любовные ссоры. Нитянанда Прабу приходил в дом Адвайта Ачарии. Адвайта Ачария, он приготовил столько вкусного просада и предложил Кришни, потом придал Нитянанда Прабу. И Нитянанда Прабу он немножко попробовал, начал разбрасываться этим просадом, рисом. И Адвайта Ачария, эй, ты зачем так поступаешь? И они начинают как бы ссориться. На самом деле, это не критика. Внешне это, кажется, выглядит как критика. Это просто любовные ссоры. Таким же образом, Рупа Манджария и Рати Манджария в Кунджа Севе, иногда они являют любовные ссоры. Внешне это выглядит как критика. На самом деле, нет. Рагуандос Госвами в своем трансцендентном облике Рати Манджария, Рати Манджария говорит, Рупа Манджария, я знаю, что в Абрадже, ты очень целомодренная женщина, а ты всецело направлена только лично своего мужа. Ты ни о ком не думаешь, кроме своего мужа, ни с кем не встречаешься, помимо своего мужа. Но я кое-что тебе знаю. Три-четыре дня твоего дома нет дома. Он куда-то уж уехал, но я вижу, что на твоих губах, как отметина, кто же укусил твои губки. Кто тебя укусил? Внешне она как бы критикует, да или нет? На самом деле нет. Но потом она продолжает. Рати Манджария говорит, нет, я знаю. Твои губы как прекрасные спелые плоды бимба. То есть вот красные плоды бимба. Поэтому, наверное, один большой попугай прилетел. Один большой шука пакши. Кто это? Попугайчик. Попугаи. Они любят спелые плоды бимба. О, и, наверное, он подумал, что твои губы, они такого красивого красного цвета. И, наверное, вот этот попугай, он прилетел и укусил в твою губу. И поэтому на твоей губе сейчас отметина, но что она имеет в виду? Наверное, Кришна, который является лучшим из шука пакши, попугаев. Наверное, Кришна обнял, подсовал тебя и укусил тебя за твою губу. И поэтому на ней оказалось это отметина. Посмотрите, как внешне она критикует, но внутри она прославляет. То есть наверняка ты встречалась с Кришной, а Кришна обнял тебя, поцеловал и укусил тебя за губку. Возникает другой вопрос. Служения Манджари, они всегда направлены лишь на Симати Радику. Они одна направленно, они обладают этой Айкантики Ништай, Радха Ништай. Манджари и Бхава означают две вещи – Бхава у Лас Рати и Однонаправленная Любовь к всем Ати Радике. Они никогда независимо не встречаются с Кришной. Такова природа Манджари. Кто такие Манджари? Как понять, что это Манджари? Природа Манджари – они очень сладостные, очень красивые, нежные и привлекательные. Но у них природа свабава. Они только лишь направлены на Симати Радику. Они обладают этой Радха Ништхай. Они обладают одноправленной Ништхай на Симати Радику, Радха Ништха, Радхига Дживан. Их жизнь только лишь для Радхики предназначена. И они никогда независимо, в одиночестве не встречаются с Кришной. Отдельно не встречаются с Кришной. И возникает вопрос, а как же Кришна тогда укусил губу Рупаманджари и осталась вот эта отметина? Возникает этот вопрос, да или нет? Возникает этот вопрос. Да, да. Как же Кришна укусил губу Рупаманджари и у нее осталась эта отметина? Потому что Манджари, они очень искусные. Они всегда находятся на расстоянии от Кришны. Не далеко, но у них всегда есть эта дистанция. Они знают, что Кришна, Он такой непоседа. Он может быть с силой, может укусить и поцеловать. И поэтому они всегда на чеку, потому что они знают, что Кришна, Он такой беспокойный, Он может подбежать, обнять и поцеловать. Они служат Божественной чете Рады и Кришны, но они всегда на чеку и они немножко так побаиваются Его. Они никогда независимо или отдельно не встречаются с Кришной. И возникает вопрос. Как же так? Сука, Кришна, Он обнял Рупаманджари и укусил ее за губу. Почему тут говорятся эти слова? На самом деле это очень сокровенно. В Манджари Бхава обладает такой особенностью. То есть Манджари, они направлены на Шримати Радику. И они обладают этой Бхавой Улас Ради. То есть, что бы Кришна ни делал со Шримати Радикой. Все это появляется в сердцах Манджари. Если Кришна обнимает Шримати Радику, то все это же самое отражается в сердцах Манджари. Если я буду это объяснять, вы не поймете, потому что это трансцендентно. Но просто поймите это таким образом. Что делает Кришна со Шримати Радикой? Что бы он ни делал, обнимает, целует ее или кусает за ее губы. Это же все отражается в сердцах и телах Манджари. Например, вы что-то делаете, ваше отражение повторяет то же самое. Посмотрите, это моя рука. Если я правой рукой схвачу левую руку, то в отражении происходит то же самое. И поэтому Манджари, они как тени Шримати Радики. Хоть этот пример, он не совершенный, потому что это материальные понятия. Вы просто поймите, чая и кая, тело и тень. Вы не можете отделить тень от тела. Таким же образом, Шримати Радика и ее Манджари, они всегда вместе. Где Манджари, там и Радхарани. Где Радхарани, там и Манджари. Они никогда не разлучаются. Что бы Кришна ни делал с Шримати Радикой, то все настроения, которые возникают в ее сердце, это все отражается в сердцах Манджари. Возникает, то есть им. Поэтому, когда Кришна, он поцеловал и укусил губы Шримати Радики, то это же отметина возникла на губах Руба Манджари. И поэтому Радхарани говорит, почему у тебя возникла эта отметина? То есть внешне она как бы критикует, но на самом деле там заключено в великое прославление Манджари. Как? Манджари. Сколько они получают счастья от Кришны? Что вот Кришна делал с Шримати Радикой, они чувствуют то же самое? Может возникнет другой вопрос? Какой другой вопрос? Ну ладно, кто это говорит? Рати Манджари. Говорит Рупа Манджари. Так, Рупа Манджари, вот у тебя вот это отметина есть. И вопрос, а у Рати Манджари, у нее есть это отметина, у нее самой? Потому что я уже сказала, что все Манджари, они как отражение, как тени в Шримати Радике. На самом деле у нее тоже есть, но она смотрит на Рупу Манджари и смотрит то, что у нее есть. Вы не можете видеть, у вас губы какие? Красные или коричневые? Вы видите? Нет, если вы захотите посмотреть на свои губы, какого они цвета, красного или коричневого, а что нужно? Нужно посмотреть в зеркало. Итак, Рати Манджари, она смотрит. О, Рупа Манджари, у нее отметина на губах, но она не видит свои собственные отметины, и поэтому она говорит. Это называется сида-деха-сева. Такого рода служение. Если я буду большему объяснять, вы не поймете, потому что сейчас вы только слушаете, но как же понять все это? Вы должны совершать бхаджан и садхану. Сейчас вы должны совершать садхану, и по беспричинной милости Кришны и Йога Майи к вам придут осознания, реализации. И поэтому большинство наших деяний сам Прархана Мулак, то есть Прархана, вы молитесь, как в этом бхаджане, Гауранга Болите Хаби. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прархана Мулак, Прархана Мулак, когда придет тот день? сейчас ваши уши полностью заблокированы этими желаниями материальных наслаждений и когда же по милости аканда курутату нити надо пробу то наша вещает вас она желание наслаждений которые блокируют наши уши она выйдет из наших ушей и тогда мы услышим звук флейты на винды и тогда вы побежите кришне и это уже называется баджан группа рагуната паде как же полностью погрузиться в лотосные стопы рупы и рагунатхи в их настроение и служить божественной чте рады и кришне поэтому так вы должны понять разницу между саданой и баджаном понимаете замечательно преданные говорят сейчас примите завтрак вы ученик с вами махараджа нет нет силы на раэнгаса и махараджа сейчас я могу услышать вас есть сейчас понимаю постепенно постепенно совершайте садан баджан